Ребят, всем привет! Сегодня мы будем учиться делать домик в смешанной технике. Честно говоря, я очень давно уже заглядываюсь на такие домики в горах, в полях, на такие фотографии. Они мне очень нравятся и давно хотела попробовать воплотить это в смешанной технике. Сегодня мы сделаем это с вами вместе. Поехали! Я очень условно набросала композицию, чтобы понимать, где у нас будет домик, где будет проходить гора. И вся эта часть внизу, это будет трава. Следующим этапом мы вырезаем сам домик. Идея в том, чтобы этот домик приложить как трафарет и рисовать поверх. И чтобы потом та часть, где он, соответственно, был приложен, осталась белой. Я вырезаю на глаз, потому что я тут не хочу добиться какой-то идеальной ровности и аккуратности. Я хочу, чтобы это было так немножко на вид на духе этой техники смешанной. Вот такой домик у меня получился. Приложили домик в то место, где мы хотим, чтобы он располагался. И дальше начинается магия смешивания красок и чистое творчество. Я сделаю небо и гору такими грязно-голубыми, сероватыми. Ну вот, я добилась того оттенка, который мне нравится. И более светлым цветом пройдусь по небу. То есть тут, в принципе, полет фантазии и то, как вы представляете облака. Я думаю, что я сейчас пройдусь одним цветом, а потом сверху сделаю белые облака, чтобы было больше легкости в небе. Смотрим, как это все получится. И таким же цветом, но более насыщенным и темным сделаю гору. И тут главная тонкость в том, чтобы аккуратно обойти домик вокруг, а дальше уже смело проходить в свободных местах. Просто чтобы дом у нас не закрашивался, это место. Так вот аккуратно проходим. И представляем себе гору, какие на ней цветовые пятна и разводы могут быть. То есть местами темнее, местами светлее. Она неравномерно окрашена. Там какие-то тропинки на ней проходят. Какие-то ущелья горные. Так что пытаемся создать такую текстуру и фактуру горы. Ну, насколько это будет получаться. У меня крупноватая кисть, не очень удобно. Сейчас, наверное, поменяю на что-то поменьше. Вот. Но делаем это довольно смело. Потому что тут все-таки наше творчество. Поэтому можем делать, как хотим и как получается. Так. Ну, предположим, вот так вот. И теперь надо найти красивый цвет для травы внизу. Еще при этом надо удерживать домик. Поэтому, может быть, было бы более умно вначале смешать краски. Но уже как я сделала, так сделала. Но вы можете сначала смешать нужные оттенки. А потом уже их наносить. Это, наверное, будет удобнее. Так. Ну, тут надо найти какой-то красивый зеленый. Что-то больше желтого. Так. Чуть-то кисть поменьше. Мне кажется, что это не нравится. Так. И теперь начинаем создавать траву. Я вначале создам общую массу такую. А потом уже попробую создать вот эти вот сами травинки. Вот эту текстуру таких мелких линий. Так. Ну, задаю сразу основное направление, что у меня трава клонится в ту сторону. То есть предполагается, что ветер дует отсюда, и трава клонится сюда. Так. Тут вот на картинке интересно, что вокруг дома более желтая трава. Наверное, туда падает солнце на фотографии. Попробую это тоже передать. И заходим слегка на гору. Потому что, так как мы чуть ниже находимся, то мы видим, как трава заходит на часть горы. Так. Да, краски я вам однозначно советую смешать заранее. Чтобы не было такого бардака, как у меня. Сразу подобрать те цвета, которые нравятся. И уже работать с ними. Так. И вот тут самая хитрость удерживать домик. И вокруг него... Вот так вот эту траву создавать. Так. Теперь я возьму... У меня есть вот такая классная кисть. Попробую с ее помощью вот эти травинки создать. Мне надо так хорошо распушить. Так что-то не очень выключается. Все. Метко попробуем. Вот так. Вот, наверное, вот эта кисть самая лучшая для такого. Она должна быть довольно суховатая, чтобы она вот своими вот этими ворсинками создавала вот этот эффект травы. Вот это мне нравится, наверное, больше всего. И тут внизу можно взять такой коричневый темный цвет. Попробуем, посмотрим, как это будет выглядеть. Можно, кстати, цвета, если вы не уверены, пробовать где-то в другом месте. Вот, видите, как... Вот если она такая суховатая, то она создает классную текстуру вот такую. Так, попробуем. Наверное, сделаю так же, как на фотографии. Низ значительно темнее. Как бы эта часть в тени находится. И самое светлое место будет вокруг домика. Ну, все равно получилось довольно однородно все. И тут я вспомнила одну классную технику с кредитными карточками или с какими-то вот такими твердыми картами, с помощью которых можно как бы процарапывать через краску вот такие линии. И тогда более такая живая текстура получается. Очень интересно, на мой взгляд. Советую вам попробовать. Вот когда краска уже такая нанесенная, но еще сыроватая, можно попробовать вот так вот процарапать. Вот видите, получается такая классная текстура травы. Можно даже попробовать наоборот нанести ей краску. Когда краска начинает подсыхать, уже карточка не работает. То есть это прям надо вовремя делать. А вот гора, мне кажется, у меня еще довольно влажная и можно попробовать. Вот. Вот, кстати, гора классно получается. Такие как беловатые разводы на ней. Нужная как раз текстура. Вот. Ну, примерно так. Теперь попробуем снять домик. Посмотрим, что у нас под ним. Оп. Так. Ну, не идеально. Видно, что здесь местами затекло. Но мы попробуем это как-то обыграть. В целом, хороший силуэт получился, четкий. Так, знаете что? Я, наверное, еще добавлю немножко белых облаков наверх. Потому что мне не нравится, что небо такое очень однотонное получилось. Кстати, вот такие вымывания тоже интересно работают. То есть капаете воду и потом это место чуть затираете кистью и такие получаются беловатые разводы. Это можно еще использовать, например, если что-то нарисовали, что не очень нравится, то таким способом можно попробовать снять немножко краски и исправить ситуацию. Кстати, для облаков есть тут кусочек губки. Я попробую его использовать. Он вот для таких мягких текстур очень хороший. Он тоже должен быть достаточно суховатым, чтобы не начала размазываться краска под ним. Вот такой нежные облака. Можно даже чуть зайти на гору. Знаете, как бывает, что облака низко спускаются и закрывают часть горы. Вот как-то так. Ну вот такая у меня получилась картинка. Теперь давайте проработаем дом. Я уже достала карандашики. В принципе, это можно делать и красками, но мне в смешанной технике нравится именно то, что она смешанная. Используются разные материалы. Трубу оставим белую. У меня еще довольно мокрый сам рисунок. Вам я советую подождать, когда он подсохнет. Не спешить. Там на крыше такие белые квадратики. Я думаю, что это такие окна. Попробуем их как-то обозначить. Тут, конечно, такой момент, что главное не переборщить с детализацией дома, потому что все-таки он немножко вдалеке. И хочется, чтобы какая-то условность оставалась. То есть, чтобы не было прям очень четко все проработано. Но сейчас посмотрим, насколько это удастся. В любом случае, вы посмотрите, как вышло у меня. И сможете на моих ошибках не допустить их в своей работе. То есть, посмотреть, что вам не нравится, и сделать по-другому. Это всегда очень хорошо. В видеоуроках посмотрел, как делает преподаватель. И сделал чуть по-своему. Так, сейчас посмотрим. Заштрихую легко крышу. Хочется какого-то контраста, но я планирую его сделать в двери и в основных окнах. Сделать их прям темными. Крышу сделать такое среднего тона. Так. Я рисую на глаз. Но если вам не комфортно так, то вы можете предварительно сделать рисунок и рисовать уже потом по нему. Я просто люблю такую спонтанность и делаю, как получается. Мне нравится этот эффект неожиданности, когда до конца непонятно, что получится. Вот этого интереснее. Так. Вот эти окна сделаю прям темными. В целом, используя эту технику и вот эту вот идею с трафаретом, можно делать любые картинки или другие домики или вообще какие-то другие пейзажи. Например, что мне еще приходит в голову, что можно попробовать вырезать овечек белых. Ну, вернее, вырезать их можно из любой бумаги, приложить сверху, нарисовать какое-то подобное поле с такой травой кренящейся. И потом этих овечек убрать. И будут белые овечки на вот таком вот поле с травой. Ну, вот как-то так у меня получается. Знаете, чего мне еще захотелось? Мне хочется добавить травы, именно заходящие на дом, потому что там же тоже трава, она же так резко не обрывается в этом месте. Это вот такая техника, где кисть надо максимально пушистить, чтобы она такая была ворсистая. Или, может быть, у вас есть какие-то старые кисти, тоже хорошо подойдут для этого. Так, ну, немножко вот так вот пойду на домик, чтобы он все-таки был интегрирован в картинку. Подчеркнем трубу и добавлю карандашом еще немного травы. Какой-то такой штриховкой добавить немножко текстуры. Знаете, как часто бывает, что какие-то вещи не особо заметны, но в конечном итоге дают глубину. То есть, вроде бы, каждый этот отдельный карандашный штришок не виден, но в общей массе потом дает какую-то такую объемность. Попробую вот этот серый еще добавить. И добавлю еще в гору карандаша вот именно каких-то таких темных линий мне не хватает. У меня влажноватая еще краска, мне очень хорошо ложится карандаш. Но вы будете, я надеюсь, более терпеливыми и подождете, пока краска высохнет. И тогда это будет лучше ложиться. Хочу еще предложить вам такую привычку настоящих художников подписывать свои работы. Я вот подписываю свои работы в последнее время, и мне очень нравится. Прямо сразу получается такой завершенный вид, как настоящая картина художника. Вот такая картинка у меня получилась. Ребята, я буду очень рада вашим работам. Интересно посмотреть, что у вас получится. Смело выбирайте другие сочетания цветов. Например, в горы можно было бы и небо сделать какие-то сиреневато-фиолетовые. В траву, например, добавить больше желтого, какой-то такой более осенний вид придать. Или наоборот сделать ее более зеленой. И какой-то другой оттенок синего взять на небо и горы. В общем, тут простор и полет для вашей фантазии. Я уверена, что у вас все получится. Жду ваших работ и удачи!